У нас уикенд, всего три дня и 11 фильмов, на самом деле, разорваться все, посмотреть будет довольно-таки сложно. Но хочу сказать, что заранее такой преселект, который был программой, это было порядка 30-35 фильмов. Наверное, мы ужимали, отбирали, спорили, что же все-таки лучше, что же оставить. Нам всегда хочется показать именно какое-то молодое кино, такое прорывное, революционное, то, чего еще никто никогда не делал. И в нашей программе есть такие два фильма, это «30» немецкого режиссера Симоны Костовой и картина «Белый-белый день» — это вторая уже работа исландского режиссера Хринера Пальмасона. Рекомендую для тех, кто хочет открыть что-то новое, совершенно не похожее на ранее, пожалуйста, приходите в кино. Фильм «Открытие француз» о периоде ГУЛАГа известного режиссера Андрея Сергеевича Смирнова. Мне кажется, эту работу просто нельзя пропустить. И фильм, о котором я все время говорю, мы про него писали уже довольно-таки много. Это, кстати, тоже первый фильм классика отечественного киноавангарда Дзигевертова «Годовщина революции». Фильм, который в том году по кусочкам буквально собрал историк кино Николай Изволов. Фильм был представлен, кстати, год назад практически, в ноябре 2018-го на фестивале документального кино «Итфа» в Амстердаме. С той поры, кстати, что интересно, он путешествует по миру, и каждый фестивальный показ сопровождается разной озвучкой. То есть музыканты именно в тех городах, они сами готовятся и создают оригинальный саундтрек. Мы тоже не отстали от этого, и уроженец Вологды Анатолий Дзюба, на ибух памяти, наверное, с августа три месяца сочинял оригинальный саундтрек к этой ленте, сам его вживую исполнят, что, мне кажется, для неподготовленного музыканта, он композитор все-таки, а не тапер, будет действительно сложно все исполнить, но безумно интересно. Я уже слышал музыку, какие-то мы частички треки выкладывали в интернет, есть там трейлер полноценный. Поэтому увидеть кино 100-летней давности, мне кажется, для киноманов это особенное наслаждение. Фильм, на котором, может быть, еще хочу сделать акцент, внимание, это «Женщина-гулага» с Вологдой. Может быть, это связано с именем Варлама Шаламова, который говорил, что, наверное, у женщин там была самая худшая участь в концентрационных лагерях. Это именно женщины, у которых брали интервью, это были еще дети тогда «Гулага», то есть они помнят весь тот ужас, всю боль. Фильм, который входил в шорт, в лонг-лист «Оскара», мы тоже покажем в этом фестивале. Ну, вот, наверное, ленты, о которых я хотел сделать особенный акцент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова